Добрый день, уважаемые якутияне! Сегодня у нас на календаре 21 октября 2021 года. Дважды счастливое число и у нас есть возможность сегодня в прямом эфире пообщаться с доктором юридических наук, профессором, почетным гражданином Республики Саха-Якутия, первым председателем Конституционного суда Республики Саха-Якутия. Одним из основателей высшего юридического образования в Республике Саха-Якутия Дмитрием Николаевичем Мироновым. Добрый день, Дмитрий Николаевич! Ну вот, я рад приветствовать вас в программе Конституции «Мы» и приглашая разного рода гостей, мы в обязательном порядке пытаемся довести до наших радиослушателей и телезрителей, как реализуются те или иные конционные положения, как Конституция Российской Федерации, так и Конституции Республики Саха-Якутия. Я, общаясь с вами, хотел бы раскрыть вас как человека, как личность, как юриста, как педагога, потому что вы являетесь моим учителем. Вы преподавали, и я являюсь выпускником нашего альма-матер, тогда Якутского госуниверситета, образца 1990 года, когда вы вместе с Федором Михайловичем нас обучали. Ну и сегодня у нас один из лучших факультетов, это самостоятельный юридический факультет Северо-Восточного Федерального Университета имени Максима Кировича Амосова, где вы являетесь ведущим профессором. Ну начнем с того, как вот вы решили стать юристом, что побудило вас начать вот эту стезю, получить образование и совершенствоваться, в том числе вот научно-преподавательской деятельности? Ну, прежде всего я хочу сказать, вот какое положение. Вот то, что вы организовали многосерийные, так сказать, отношения между зрителями, слушателями и, что называется, радиорубкой по вопросу Конституции, мы это очень хорошо. Хорошо в каком плане? Конечно, у нас было много Конституций, Конституция всегда как бы отражает наши надежды, но у нас всегда была проблема, как вы тут упомянули, реализации. И действительно, когда мы стараемся вот взаимоотношения между людьми и Конституциями сосредоточить внимание людей на вопросе реализации Конституции, это имеет очень существенное значение. Это можно сказать, это один из тех моментов, как бы подключить в этот общий процесс гражданское общество, его институты и каждого человека. Ведь, в конце концов, речь ведет о том, что тот или иной закон, та или иная норма, тот или иной правовой институт, даже если Конституция, такой очень важный документ, важный акт государства, рассчитанный на многое десятилетие, они просто автоматически не могут действовать. Нужны определенные усилия со стороны самих граждан, самого общества, государства, ну и должностных лиц и так далее. Вот в этом плане, конечно, многократно надо об этом говорить и знать, и как-то сделать таким образом, чтобы каждый предлагал определенные условия, усилия. И вот тогда, конечно, любая Конституция в конечном счете станет действующей, и Конституция даст свои очень важные жизненные плоды. Ну, что касается вот вашего вопроса, конечно, в какой-то степени, я должен сказать, такой, ну, никакой романтики выбора профессии юриста у меня не было. Прямо я должен сказать, в то время вот такой, когда я пошел в институт в 1958 году, особой романтики на то, чтобы вот каким-то заниматься, юридической деятельностью у меня не было. Но жизнь цепала таким образом. Я последний год службы проходил, значит, в Хабаровске штабе военного округа, службу. Служил в архиве, архиве военного округа. Ну, как водится, по утрам нас водили комендантского взвода, разные подразделения, которые расположены на разных местах, чтобы заниматься уборкой. Ну, а я попал с некоторыми в военную прокуратуру. И вот военные прокуратуры, некоторые приходили где-то 7 часов, 8 часов, ну, 9 часов, 9 часов, 8 часов и 7 часов. Ну, а мы это время убирали, и, конечно, завязывалась беседа. И, значит, конечно, вот и военный исследователь, военный прокурор как-то вот к нам относились очень хорошо. Ну, это я разговаривал с военным прокурором тогда, и, значит, я как раз его кабинет убирал. А почему-то мне попалась такая ситуация. И вот он рассказывал, что есть, где есть учебные заведения. Ну, в конце концов я и выбрал. И он потом, значит, посоветовал, куда обратиться, значит, чтобы получить рекомендацию. Ну, и таким образом я получил рекомендацию военного руководства. И таким образом оказался в конечном счете, значит, в, так сказать, юридическом институте. Вот выбрал таким образом. Так что прозаическое это произошло. Но что касается учебы, вы знаете, свердловскими, юридическими, конечно, это все было запрограммировано. Все это сделалось по тем программам, которые утверждались Министерством высшего образования. Но, тем не менее, мне запомнились, если будет очень кратким, две вещи. Вот некоторые преподаватели начинали у нас занятия таким образом, практически, семинарские занятия. Иногда писали на доске или они приносили плакат, значит, плакат с записью какой-то статьи. Уголовного кодекса, гражданского кодекса, земельного кодекса, ну и так далее. И вот мы... А тогда у нас в группе было не так, как сейчас. А 17-18 человек. И даже в некоторых группах было по 15 человек. Сейчас была возможность так очень быстро реагировать на те вопросы, которые задают преподаватели. Вот он указкой указывал на какое-то слово. И вот мы начинали, значит, изощряться, как, что это означает, какой связка находится и так далее. Ну, оказывается, это в жизни очень полезно было. Ну, и второе очень интересное, мне запомнилось, кроме всего прочего, такое дело. В то время, значит, начали выпускать комментарии законам, уголовным кодексам, в том числе уголовному кодексу, уголовно-проциальному кодексу, гражданскому кодексу, ну и так далее. И вот я помню, специалисты по гражданскому праву нас заставляли писать комментарии на комментарии. И это очень вот так-то интересно было. Интересно было, какие-то там доктор написал, профессор написал, а мы, учащиеся, значит, второго, третьего курса, начинаем комментировать. Ну, значит, он говорил, что это между нами, здесь останется. Но, тем не менее, это очень мне запомнилось. И этот метод я считаю очень важным для того, чтобы, ну, в том плане, что это имело определенное значение в формировании меня как юриста. Вот кратко на ваш вопрос мне хотел бы так ответить. Ну, я знаю, что вы учились очень хорошо, и вам было предложено продолжить работу уже в институте в качестве преподавателя. Ну, и потом вы работали не только там, еще работали в Саратове. Вот о той профессорско-преподавательской деятельности, что вы можете вспомнить? Вот в центре, как говорится, это было не в Якутии, а вот в таких признанных центрах. Да, ну, мне приходилось работать, конечно, в разных вузах. И, конечно, это было интересно со всех сторон. Со всех сторон. Ну, прежде всего, я начинал в Свердловском юридическом институте. Ну, там, значит, существовал такой, ну, все знают, порядок распределения. Распределение выставлялось таким образом, общий список, и этот общий список составлялся не по баллам, а по оценкам. По оценкам, которые он имеет окончательные ведомости. Сейчас это делает, по-моему, по баллам, но этого тогда не было. Я в институте при окончании был восьмым по списку. И было предложено, ну, там написано было, какие места можете ехать. Варианты выбора для выбора. Выбор, да, выбор. Ну, кто в списке первый, то он не должен был. У нас староста группы стоял первым. Он и выбрал Белоярск прокурором. Да, да, да. Вот я помню, что такое. Да. Ну, до этого у меня состоялся разговор заведующей кафедрой теории истории государства и права профессором Сергеем Сергеевичем Алексеевым. Он предложил на свою кафедру и аспирантам. И поэтому я не стал выбирать там какие-то должности и прочее. Уже был, скажем, определенно зашел и сказал, вот есть приглашение, я принимаю. Я хочу, чтобы меня распределили на эту кафедру. Ну, Сергей Сергеевич Алексеев, это же икона в сфере юриспруденции. Конечно. Ну, а потом наша кафедра разделилась на две кафедры. Теории государства и права и истории государства и права. Я перешел на историю государства и права у профессора Левчак Тариса Федоровича. Ну, вот таким образом у меня складывалась жизнь. Здорово. Конечно. Хочу отметить, что мы продолжим наш интереснейший разговор после маленькой рекламной паузы, как это здесь принято. Хорошо, Дмитрий Николаевич? Хорошо. Уважаемый Дмитрий Николаевич, ну, как я уже говорил в начале, знакомя вас с телезрителями и радиослушателями, что вы вместе с Михаилом Михайловичем Федоровым, профессором, были одним из основателей высшего юридического образования. Ну, и я очень горжусь тем, что в прошлом году, в ноябре месяце, мы в стенах Якутского госуниверситета, ныне Северо-Восточного федерального университета, провели большую международную научно-практическую конференцию, посвященную столетию Михаила Михайловича Федорова. И я, помните, благодарил юридический факультет во главе с Рум Румовичем Ушницким за то, что вот на основе выекарного гранта они провели такую прекрасную конференцию. Благодарил оргкомитет во главе с Юрием Георгиевичем Даниловым, ректора нашего Николая Анатольевна Николаевича. Вот, что вы можете рассказать о том периоде вашей жизни, как вас обнаружил Михаил Михайлович, где вы встретились и как вы приехали в родную Якутию. Ну, и, конечно, ваша профессорско-преподавательская деятельность уже в стенах ЯГУ, а ныне СВФУ, кого вы могли бы выделить, какие сложности вы испытывали, и чем вы удовлетворены. Такой комплексный вопрос. Да, общей сложности я был за пределами Якутии почти 35 лет. И, конечно, после этого, такого большого срока, вернуться в родные края было весьма затруднительно. Но, однако, положение было облегчено рядом обстоятельств. Ну, во-первых, Михаил Михайлович меня где-то отускал, и несколько раз ко мне обращался различными письмами. В том числе письмами, где он обещал квартиру, ну, в центре города, ну, и другие различные, значит, блага. И даже он описывал, сколько цены там, сколько здесь зарплата, как можно ездить там, ну, значит, транспортную схему рассказывал, что, в принципе, он исходил из того, что жизнь тогда в Якутске это вполне комфортная жизнь, транспорт, ну, бесперебойно работает, можно летать в Москву, в другие города, ну, и так далее. Ну, конкретно, значит, если так можно выразиться, вербовка состоялась в московской библиотеке имени Ленина. Я встретился или случайно, или так, но с деканом факультета. И вот декан мне передал письмо Михаила Михайловича и, значит, заверил, что те обещания, которые являются вполне реальными, выполнимыми, и здесь никаких нет, так сказать, тех вещей, которые не являются продуманными. Они все согласованы с ректором. И ректор, ну, там было в письме указание на то, что вот ректор согласен на приглашение и так далее. Ну, я согласился, и через полгода решил ехать в Якутск. А деканом кто был? Иван Григорьевич Спиридонов? Вот, Спиридонов был. Да, Иван Григорьевич, да. Да, Иван Григорьевич Спиридонов был. Значит, приехал сюда. Вначале я устроился, меня устроили в обсижитии, ну, немножко как-то холодно и прочее было так. Ну, это такой, ничего страшного. Но что мне оказалось очень трудным. Первое трудное заключало в том, что пришлось ввести несколько предметов. Я в Свердловском юридическом институте читал, предположим, всеобщую историю государства и права. Я читал только средние века. А преподаватели другие читали другие. Периоды. Следующий год, предположим, я читал Древний мир. А через год, предположим, я только читал Бургазные революции. Ну, а так, и на четвертый год я читал новейшую историю государства и права зарубежных стран. А тут пришлось несколько, мне приходилось даже, я как-то один раз насчитал, девять курсов считать в течение учебного года. Потому что студентов было мало. Конечно, часов, значит, эти студенты нам давали очень мало. А педагогическая нагрузка единая для всей страны. Ну, вот это большая трудность была. И вторая трудность заключала в том, что учебников как таковых не было у студентов. И непривычно даже мне приходилось читать под перо. Значит, прямо так и диктовать некоторые положения, некоторые курсы. Вот, например, по римскому праву я читал. Прямо читал под диктовку, под перо, под ручку. И это, конечно, затрудняло. И в какой-то степени это было не очень привычно и как-то какое-то ну, не соответствующее высшее образование. Это не удовлетворяет, конечно. И еще одна трудность заключалась в том, что я в Свердловском юридическом институте и потом в Всесоюзном юридическом институте как-то ну, там единые требования. И очень сильные требования в отношении знания конкретных законов, а не рассуждения общего плана в отношении социологии, от какого-то иного подхода и так далее. Вот я никак не мог в первое время добиться именно вот такого юридических рассуждений, юридического подхода, анализа норм права и взаимоотношения между нормами. Значит, вот это мне как-то значительно огорчало, но это со временем все-таки удалось, потому что Михаил Михайлович меня поддержал в этом плане. Он сказал, действительно, это раз вы юристы, давайте вот в таком нормативном и такой догматическом надо изучать, ничего страшного в этом нет. и он начал поддерживать меня. И в конечном счете мы эту задачу в какой-то степени можно сказать решили. Вот это три основные задачи, трудности были. И большая трудность, конечно, заключалась в том, что не все ведомства нас поддерживали. и в каком плане. Ну, вы сами тоже участвовали в этом деле. Мы хотели составить общий план потребности республики значит, юристов на пять лет, десять лет, пятнадцать лет, двадцать лет и так далее. А нужны были статистические данные. И вот приходилось ходить ведомствам, а у них таких статистических данных нет. Конкретных. И пришлось, значит, заниматься реконструкцией вот какой-то степени. И это несколько меня удивило, потому что в Свердловском Рудинском Институте это дело было налаженное. И это было налажено в отношении прокуратуры, это было налажено в отношении областного суда. И адвокатуры и так далее. То есть в этом плане значит здесь заново приходилось вот этим делом работать и в какой-то степени внедрять сознание практических работников. Конечно, здесь были свои трудности, но в целом, наверное, мы справились в том числе с помощью тех студентов, которые проявили активность. Значит, вот так. А вообще, Михаил Михайлович, я всегда вспоминаю очень большим уважением, он был человек большим достоинством и крайне такой требовательный к себе. Ведь даже вот такой эпизод, он как фронтовик ездил Федоровскую поликлинику лечить глаза. И понятно, что он приехал и надо было бы отдыхать, надо было как-то время для того, чтобы в определенной мере восстановить зрение, здоровье и с точки зрения охраны, безопасности. но он начал обязательно читать. Начал читать, практическое занятие, начал писать, он не стал нас слушать. Ну, а что мы можем сделать? Раз он начальник, он решил сам. Ну, нам показалось, что он не очень, что ли, не доверяет, но все равно он никому не уступил свои часы. Ну, здесь это говорит исключительно добросовестном хозяйском отношении, в хорошем смысле этого слова к делу. Это отношение к делу как раз и передавалось первым студентам, первым выпускникам. Это, мне кажется, очень хорошее дело. Ну, и замечательная другая сторона Михаила Михайловича заключалась в том, что он, конечно, практику знал отъеду. Отъеду. Ребят, прямо-прямо-таки вот много учил, много, прямо-таки, что называется, носом тыкал на практику. И это всегда имело большое значение. Никаких таких отступлений. Тут брать мой закон и направо-налево нельзя. Нельзя. Последствия вот тебе. И в этом смысле Михаил Михайлович был абсолютно четкий человек. Ясный. Ясный. Я совершенно согласен с вами, потому что сам ощущал, что такое его точность, пунктуальность. Да, это был выдающийся человек. Уходим на рекламу, потом мы с вами продолжим наш разговор. Уважаемый Дмитрий Николаевич, вы являетесь первым председателем конституционного суда Республики Саха-Якутия. И я вот говорю всегда публично о том, что за рождение Второй Республики у Второй Республики есть тоже отцы-основатели. В первую очередь, конечно, первый президент Республики Михаил Ефимович Николаев. Также к этому разряду я могу причестить председателя Верховного Совета Республики 12-го созыва Климента Егоровича Иванова. Ну и тройку это замыкает ваше имя Дмитрия Николаевича Миронова. Вот расскажите, пожалуйста, о своем переводе работы в конционном суде. Чем вы удовлетворены в качестве судей конционного суда? В чем вот основные достижения этого института власти, который, к сожалению, на сегодняшний день у нас отсутствует. В то же время у нас создан такой экспертный орган под названием Конционный Совет. Я вас поздравляю тем, что вы вчера получили доверие народных депутатов, стали конституционным советником. Пожалуйста, Дмитрий Николаевич. Спасибо за добрые слова. Я хочу вспомнить прежде всего, кто у нас работал в конционном суде Республики Саха, Якутия. Это Валентин Александрович Долгашов. Хочу отметить, откуда были судьи с конционного суда. Валентина Александрова работала в администрации города Ниренгри, то есть из советских органов. Анатолий Дмитриевич Петраков это прокурор нашей республики, потом он работал в парламенте, то есть очень заслуженный человек, опытный человек. вот у нас работал заместитель председатель конционного суда республики. Валерий Николаевич Прокопьев это бывший министр юстиции, это Валерий Тимофеевич Филиппов бывший член Верховного суда Якутской АССР, Макар Макарович Яковлев бывший работник прокуратуры, потом депутат Народный депутат СССР, Народный депутат Прокопьев Совета СССР, Николай Гавридович Заканов, народный судья, потом судья арбитражного суда республики, Сака Якутия, Анатолий Исавич Антонов, это бывший работник обкома КПСС, возглавлял юридическую службу Государственного Собрания ИУТМЕН. А после 2013 года, как мы знаем, это вы возглавли, а перед вашим руководством были Юрий Николаевич Батцев, Винокуров, Кононов, Николаев, тоже бывшие работники суда и правоохранительная система. И Ефимов Алексей Михайлович. Да, Алексей Михайлович, который про работа. Да, да, то есть имеется в виду, это орган был не случайным, и орган был рассчитан на то, чтобы опыт, который накапливался в течение многих лет работниками разных сферок правоохранительной системы, судебной системы, области науки и образования каким-то образом могли воздействовать эти люди на развитие консольного строительства и влиять могли на процесс реализации норм Конституции. Почему это было важно? В 91-92 годах население очень остро чувствовало очень важное обстоятельство. Это чувство заключалось, наверное, в слове вот таком результат или может быть даже сказать разрыв между тем, что сказано в Конституции и тем, что мы наблюдаем в жизни. Красивые, хорошие, замечательные нормы Конституции и несколько это все по-другому выглядело в жизни. И 90-х годах, в начале 90-х годах люди как раз требовали, ощущали, нутром своем чувствовали, что необходим этот разрыв каким-то образом, если не просто ликвидировать, сократить, но сократить хотя бы. Вот в конечном счете такое настроение предопределило и необходимость создания конституционного правосудия в республиках и в ряде административно-территориальных субъектов Российской Федерации. О том, что произошло, как произошло, это другой специальный разговор, но я хочу заметить несколькие положения, которые сложились и помогли, что называется, вот это конционные уставные суды, в том числе конционный суд нашей республики, ну, внедрить или что-ли в сознание людей. Но скажите, пожалуйста, сегодня люди знают слово конституционность, правосудие в области конституции, значит, баланс взаимоотношений властей, баланс справедливости и силосообразности, ну, и так далее. То есть, речь идет о том, что, конечно же, в конечном учете конституционный суд в определенной мере изменил подход населения к конституции, и это выразило в том, что появились новые понятия. Людей эти слова уже внедрены, их уже невозможно выкорчевывать, и дальше они будут постепенно развиваться и расширяться. Ну, что касается того, в чем я вижу положительные стороны деятельности конституционного суда, то, не вдаваясь подробностям, мне хотелось бы отметить несколько моментов. Первое положение это вот такого порядка. Об этом я уже говорил, но речь идет о том, что конституция нашей республики как материальный источник, объективный источник содержит прямо скажем 27 ссылок на решение правовой позиции постановления конституционного суда республики Сака Якутия. Это что-то означает, это что-то о чем-то говорит. И второе положение. Мы можем сказать, что конституционный суд республики Сака Якутия в соответствии с требованием времени, в соответствии с требованием конституции, руководства страны, руководства нашей республики в меру своих возможностей способствовал формированию институтов гражданского общества в республике. Ну, достаточно сказать, люди, все наше население помнят, как обращались в конституционный суд представителей различных партий. Но, прежде всего, тех партий, которые находятся в оппозиции. И эта институционализация этого стороны вопроса имеет, если так высокопарно выражаться, имеет историческое значение. Это конкретные вещи, но в конечном счете они определенным образом установили тот порядок взаимоотношений, который должен существовать между политическими партиями и институтами гражданского общества нашей республики. Ну, и третье, мне хотелось бы подчеркнуть вот такое положение. Конечно, понимание населением, народом, избирателями у нас не всегда было благополучно с точки зрения государственной власти, государственных органов. И очень часто к государственным органам, государственным в какой-то степени относились предвзято. Мы, конечно, не только мы, но время это имеет значение, идея, характер деятельности и обстановка, которая имеется в нашей республике, но мы в этом русле действовали и консольный суд в определенной мере способствовало возвышение авторитета среди населения органов государственной власти самой республики как политической организации. как политической организации подверженной действовать в рамках соответствующих правил, соответствующих общих достояний, общих достояний, которые служат конечными счетами населения, всему народу. Я согласен с вами, Дмитрий Николаевич, я вообще хотел, пользуясь случаем в этой студии поздравить вас с 85-летием, которое случилось вчера, и спросить про ваши планы, вот какой у вас научный план сейчас, что у вас есть сказать, ну буквально 40 секунд остается. Да, здесь, значит, я в настоящем работаю над такой проблемой, такой логики конституционного развития республики. Логика конституционного развития республики. Да. Я думаю, что это очень актуально, приближаемся к столетию республики, поэтому я считаю, что вы внесли огромный вклад в развитие, и спасибо вам, что вы были в этой студии. Спасибо. Спасибо. Спасибо.